МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях Зайнал Махмудович Салавудинов, первый замминистра спорта Республики Дагестан, и Сажид Халил Рахманович Сажидов, главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе в Рио, президент Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан, заслуженный мастер спорта России. Салам алейкум. Прежде всего, начнем с вопросов безопасности, которому сейчас уделяется особое внимание в связи с последними событиями в Кемерове. Зайнал Махмудович. Ну да, подготовка к чемпионату Европы уступила свою, наверное, завершающую стадию, и проработаны практически все вопросы в ходе подготовки. Но самым главным вопросом остается безопасность участников гостей чемпионата Европы. Данные вопросы были обсуждены и в Нацгвардии по Республике Дагестан, были обсуждены и в МВД по Республике Дагестан. И вот вчера прошло заседание оргкомитета, на котором обсуждали только один вопрос. О безопасности участников гостей чемпионата Европы. Основным направлением в этом вопросе, то, что я рассматриваю, это было четыре направления. Это места проживания почетных гостей, места проживания, особенно, делегатов, спортивной делегации чемпионата Европы, это санаторий Каспий. Это дворец спорта имени Алилеева, где будет проводиться само мероприятие. И, наверное, четвертый из важных вопросов, это безопасность транспортных средств в период передвижения их из аэропорта в санаторий, санатория во дворе спорта и по местам проживания наших участников гостей чемпионата. Ну, практически план работы разработан, утвержден, естественно, внутренний отдел Росгвардии по Республике Дагестан. На совещании вчера проработали, просмотрели, почти все вопросы обсудили, необсужденных вопросов нет. Вплоть до мелочей, до подъездных путей, до водопроводных линий, до чистоты, мусора, асфальта и так далее, освещения и так далее, и так далее. И, конечно же, безопасность в ходе проведения соревнований на спортивной арене Дворца спорта Али Алиева. Опыт работы у Росгвардии и МВД имеется. Проводится очень много культурных мероприятий, спортивных мероприятий, да, и мероприятий, связанных с торжественными днями Республики Дагестан. Поэтому обслуживать будет чемпионат, значит, и Росгвардия, и Министерство внутренних дел, а также организация ЧОП, которая будет непосредственно привязана к работе внутри Дворца спорта и внутри мест проживания спортсменов и гостей чемпионата. То есть вопросы обсуждены, оно, конечно, актуально, потому что самое важное, чтобы люди, которые приедут на чемпионат Европы, это гости и спортсмены, после окончания соревнований все в хорошем настроении, с позитивом уехали с нашей Республики. А то, как эта работа будет проводиться, именно по безопасности, зависит, наверное, результаты всего чемпионата Европы. А в связи с последними событиями в Кемерово какие-то, я не знаю, может быть, поправки вынесли в эту работу по безопасности? Конечно, мы сейчас, мы сейчас очерчаем события, вот МЧС Республики Дагестан, они тоже уделили очень большое внимание, сейчас будут обследоваться все объекты на противопожарную безопасность, на дымоудаление, пожаротушение, будут проверяться не только гостиницы и объекты, где расположены участники и гости, а также будут обследоваться и объекты, где будут зрители жить, потому что и зрители это часть чемпионата Европы, потому что это главная часть чемпионата Европы, потому что без зрителей интересных соревнований не будет. Ну и, конечно же, 19-го числа будет проведена генеральная репетиция по всем направлениям безопасности, тут и МЧС, тут и Росгвардия, тут и полиция, и ЧОПовские работники. И эта репетиция будет проводиться в один день с утра по маршруту, начиная с движения с аэропорта, по проживанию, по безопасности, наверное, какие-то будут приняты меры в ходе репетиции, создаваться будет, наверное, ситуация противопожарной, пожарной ситуации, там что-то такое, для того, чтобы создавать противопожарные ситуации, для того, чтобы локализовать эти моменты и проверить, как личный состав реагирует в данной ситуации. Ну, конечно, очень серьезно отнесись к этому вопросу все службы практически, в местах проживания будут пожарные наряды, будут медицинские наряды, автобусы, обстоятельства, МЧС, и скорая помощь, и, я думаю, и милицейские наряды, и так далее, и так далее. То есть, уделено большое значение, большое количество людей привлечено к этой работе. Ну, я думаю, практически при обсуждении не было ни одного момента, который мы не обсудили. Даже вплоть до того, как вести себя, если сборная команда из Ряля приедет со своей охраной. Есть такое тоже. Это, видимо, проводится на крупных мероприятиях. То есть, обсудили практически все. Ни необсужденных, ни понятных моментов не было. Конечно, очень большая нагрузка выпадет на работу работников полиции, потому что именно в период соревнований это пропускная система транспорта, пропускная система участников гостей, зрителей, а также обеспечение безопасности во время пропуска в местах перехода людей в вечернее время из дворца от порта по месту жительства, а также зрителей. Для того, чтобы это было комфортно, мы, значит, обсудили все вопросы. И пока последний зритель со дворца спорта не уйдет, будет работать наша транспортная единица, которая будет перевозить людей по режиму маршрута, а также будет перевозить их на частном автотранспорте. То есть, для этого создаются условия. Мы расширяем парковочную зону, чтобы удобно было людям парковать свои автомобили. И спокойно... Это Анжи-Арена? Анжи-Арена, да. Практически все парковочные центры Анжи-Арена мы взаимодействуем в период чемпионата. А также будет создана еще одна парковочная зона на более тысячи машин, для того, чтобы люди могли спокойно приехать, оставить свои автотранспортные средства и принять участие в чемпионате Европы. А вот приезд героя России, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина был связан тоже с подготовкой к чемпионату Европы? Да, конечно, Карелин является вице-президентом Федерации спортивной борьбы, он хорошо знает эту работу, он участник многих чемпионатов Европы и мира олимпийских игр, а самое главное, он входит в оргкомитет по проведению крупных мероприятий, и поэтому его мнение о том, как мы эту работу проводим, он, конечно, посетил сразу с аэропорта, приехал в дворец спорта Алиалеева, прошелся по всему дворцу, его очень сильно интересовало вопросы работы средств массовой информации. Он просмотрел и прошелся по маршруту, где будет располагаться работник средств массовой информации внутри зала, то есть в рабочей зоне, а также поднялся в пресс-центр, ну, его интересовало все, вплоть от чашки, ручки, чашки до мелочей, телефоны, компьютеры, штекеры, все, подводка, электричество, все, интернет и так далее, и так далее. То есть он прошелся, остался доволен, и, конечно, были предложения, он без предложений не может, человек такой обаятельный, интересный, да, предложил очень интересную работу, ну, он говорит, обычно на соревнованиях, особенно на чемпионате будет около 40 с лишним чемпионов только Олимпийских игр. Вообще мы предполагаем приезд около 150 выдающихся спортсменов и тренеров в Российской Федерации и зарубежных стран, и поэтому он говорит молодым детям, молодым ребятам, которые посетят чемпионаты, интересно будет общаться с этими людьми, общаться, и при этом, конечно, будут произвести автографы. Ну, вот он предложил такую интересную, может быть, новинку в чемпионате, значит, создать небольшие такие карточки, фотокарточки или для автографов с почетными этими спортсменами, тренерами, для того, чтобы уже не на клочке бумаги или там на фитраде обычно пишут автограф, а уже готовые будут атрибутика, да, красиво чтобы было, и человек, который получил подпись, он мог его и дома у себя держать, и на работе, а в том числе и в музее спортивной славы, который мы будем у себя создавать, и, я думаю, уже он для завершения. Ну, естественно, многих болельщиков, любителей вольной борьбы интересует, когда поступят в продажу билеты, как это все будет выглядеть. Ну, вот, на прошлой телепередаче тоже говорили об этом, но сейчас есть дополнение к этому вопросу, билеты будут реализоваться в двух вариантах, да, это электронные билеты, которые начинают в продаже поступать с 1-2 апреля, и будут реализовываться билеты в ручном режиме, это в кассах Анжи-Арен, это 10 апреля. Говоря о электронных билетах, они наиболее удобные для приобретения, сидя дома на работе, по электронной системе, можно билет приобрести. Сегодня мы договорились с фирмой, которая обеспечит программное обеспечение продажи билетов, что билеты будут продаваться в трех точках. На сайте Дворца спорта имени Алиалиева, на сайте Федерации спортивной борьбы России и на сайте чемпионата Европы КАСП Евро-2018. Ну, процедура очень простая. Выходите на эти три сайта, нажимаете, а там будет сноска на кнопку, название кнопочки будет «Продажа билета на чемпионате Европы КАСП Евро-2018». Нажимаете на кнопочку, на экране появляется карта Дворца спорта с расположением мест, выбираете любое место, оплачиваете его и получаете билет электронного билета. И естественно, выбираете день или какой турнир вы хотите посетить. И день, и утреннюю часть, вечернюю часть чемпионата, все это будет расписано. Ну, а билеты в стоимости мы сказали, что билеты на грэплинг 500 рублей в день, там грэплинг будет проводиться без перерыва целый день. А билеты на греко-римскую и женскую борьбу 200 рублей до обеда и 300 рублей после обеда, вечерняя часть. Что касается вольной борьбы, билеты до утренней части будут 500 рублей и вечерняя часть после обеда 1000 рублей. То есть, это процедура. А кто, наши жители, кто хочет просто приобрести билеты в ручном режиме, могут приехать 10 апреля уже, может быть и 9 апреля, мы это уточним еще, но а так 10 апреля кассы Анжи-Арена, приобрести билеты и спокойно ждать дня открытия соревнований. То есть, это те кассы, где продают билеты на футбольные матчи? На футбольные матчи, да. Так, ну и естественно, пора уже, наверное, и помост устанавливать, кто занимается этим и на какой стадии это работает. Организацией церемоний торжественного открытия занимается Артсоюз, фирма такая в Москве, которая будет заниматься именно парадом, открытием чемпионата Европы, а подготовка самого спортивной арены, это имеется ввиду помост ковры, это телевизоры, это освещение и вся необходимая атрибутика, табло и так далее. Этим будет заниматься Министерство спортовской федерации, при них есть организация, которая проводит федеральное агентство по проведению спортивно-массового мероприятия. Все эти расходы, связанные с этой организацией, приняло на себя Министерство спортовской федерации. Как обстоит у вас? Это начало установки помоста, назначено 19 апреля, мы к 23 апреля будем уже иметь полностью готовый зал, и 24 апреля мы актом принимаем зал, эксплуатацию на проведение чемпионата Европы. Приедет какая-то комиссия, чтобы принимать? Да, будет комиссия состоять из представителей МЧС, МВД, Минздрава, Росчетнадзор, Республика Дагестан, они своим актом принимают, каждый по своей линии подписывает этот акт о том, что именно по их направлению объект готов к эксплуатации. И после того, как будет принят данный объект, только после этого разрешается организация проведения спортивно-массовых мероприятий. Как обстоят дела с турникетами, по которым будут проходить болельщики? Да, мы провели торги, торги завершились, 9 числа будут подписаны контракты, и казанская фирма, она будет установить турникет, турникет устанавливается с 3 апреля 2018 года. Турникеты будут установлены для зрителей, для того, что на верхний ярус, кто будет подниматься, 12 турникетов, и на первый этаж турникеты будут установлены для випкостей, для спортивной делегации, судей и представителей средств массовой информации. То есть все зоны определены, занация Дворца спорта проведена, в рамках занации определены бейджики, на которых будут определены зоны, и каждый представитель, участник, гость, именно чем он будет заниматься, за что будет отвечать на чемпионате Европы, прозонировано будет на бейджиках, и каждый человек может попадать именно на ту зону, по определению, где он будет заниматься своей деятельностью. А зрители будут подниматься на второй этаж для просмотра в соответствии с теми билетами, которые они купили, или в рамках билетных кассок, или же по электронной системе. Регламент чемпионата Европы утвержден? Регламент чемпионата утвержден, программа утверждена. Заезд спортсменов начинается 25 апреля, 27-28 апреля будет соревнование по грепкингу, соревнования проводятся с 11 часов до 21 вечера. Соревнования по грепкам проводят в течение дня без перерыва, потому что у них 26 категорий, два дня борются они и большое количество спортсменов. Соревнования по греко-римской борьбе, по женской борьбе, по вольной борьбе начнутся в 11 часов, завершаясь 21 с перерывом с 3 до 6 часов вечера. Ну раз заговорили о грэпплинге, то приятная новость на днях пришла на чемпионате России. 11 дагестанцев стали чемпионами. Сколько человек из них примут участие на чемпионате Европы? Еще не определили состава? Грэпплинг имеет два вида программы по 26 категорий в один день и 26 видов категорий по второй программе. Всего на чемпионате России 13 дагестанских спортсменов завоевали первое место. И завоевали еще 14 вторых мест. И по их правилам подготовки и участия в чемпионате Европы 27 дагестанских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по грэпплингу. То есть разрешается участие двух спортсменов весовой категории. Вот такие условия регламентное проведение. А уже по вольной борьбе, наверное, уже сожид более подробно расскажет. Ну а в успехах дагестанских вольников на международном турнире Дана Аколова в Болгарии мы поговорим после рекламы. Не переключайтесь. Напомню, сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных подготовке чемпионата Европы по спортивной борьбе, который стартует 27 апреля в Каспийском дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. У нас в гостях Зайнал Махмудович Салаудинов, первый замминистра спорта Республики Дагестан и Сажид Халил Рахманович Сажидов в Рио президента Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан, главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта России. Ну, наверное, об успехах наших вольников Сажид поговорим. В Болгарии завоевано пять золотых медалей, еще и серебро и две бронзы. Да, действительно, ребята выступили очень здорово. Это было дополнительно, можно сказать, перед стартом основным чемпионатом Европы для них проверочный такой турнир. В принципе, был такой свободный режим, можно сказать, некоторым ребятам, которые могли в любой для себя весовой категории бороться, а не гонять весь, потому что за месяц до основного старта еще вторичная гонка веса, да, она более-более плохо влияет на организм человека, поэтому, так получилось, некоторые наши ребята боролись весом выше. То есть щадящий режим позволили для них? Естественно, да, и что больше всего радует, они и в этих условиях категории доказали, что они сильные и показали свое мастерство превосходства. Ну, начнем, наверное, с 57 килограммов. Заур Угуев боролся в финале с французом Зохейром Эль-Куараком. Как вы оцените его выступление? Ну, Заур, конечно, он в Гою каждый день, у него все больше и больше перспективы было, и очень уверенно идет уже в протяжении двух лет своей весовой категории на внутренних чемпионатах. Он действительно официальных таких отборочных чемпионатах никому не проигрывал, и доказывал, что он на сегодняшний день сильнее в этом весе внутри стороны, поэтому и заслуживает выступать на чемпионате Европы, как никто другой, да, и его уровня, его мастерство сегодня в этом весе сильнее, него действительно у нас нет. 65 килограммов Гаджимурад Рашидов, финал Василь Шубтар, Украина. Ну, вот о чем мы говорили сегодня, Гаджимурад Рашидов, это парень, который боится в 61 килограмм, и отборолся на Европу на эрегинском турнире 61, и здесь он боролся уже в 65, да, поэтому это радует, потому что мы знаем 61 килограмм, это не олимпийский вид, вес, весовая категория, нету такой в олимпийских играх, поэтому мы планируем и думаем, что надеемся, что Рашидов наберет вес и перейдет 65 килограмм, а это уже, можно сказать, первый такой шаг, и он боролся в 65 килограмм, смотрел его схватки, действительно, со всеми боролся очень хорошо, понятно было, что ему было тяжело чуть-чуть, да, весовая категория не та, но все равно справился со своими соперниками, и будем надеяться, что он в этом весе будет заставлять конкуренцию нашим же ребятам. Ну, очередной раз порадовал Ильяс Бекбулатов, весовая категория 70 килограммов, в финале он одолел турка Хайдара Явуза. В какой форме сейчас Ильяс? Ну, Ильяс, честно сказать, да, то же самое, повторяя случай Хаджи Мурада, тоже боролся в 70 килограмм, на чемпионате Европы он планируется будет выступать в 65. За борьбой Ильяса всегда смотреть очень интересно, потому что в любую секунду, в любой момент он может такое свое индивидуальное что-то придумать и так красиво это закончить. Это броски, это там уход там от каких-то действий, контр-приема для соперника, который делает. Поэтому 70 килограмм, ну, видно было, у него побаливает колено, и да, травма сказывалась после того, как закончились мы когда-то разговаривали. Он говорил, что она давала себе знать, но все равно финал, видя финал, все равно доборолся до конца, хотя я мог и уже и сняться с соревнования, потому что никакого необходимости не было, чтобы именно он первый, ну, выиграл в этой всей категории. Но все равно он доборолся, показал, проигрывая встречу с турком, и вытащил, можно сказать, на характере, на последних таких силах, и показал, самое главное, показал характер. А вот его участие в индийской лиге перед самым началом Яргинского турнира не сказалось на его функциональном состоянии? Ну, вы знаете, такой вопрос был, когда он мне говорил о том, что я ему разрешил поехать в лигу индийскую, потому что уже ничего не оставалось для подготовки чемпионата Яргинскому турниру, поэтому он говорил, что он оттуда же с Индией полетит в Красноярск и будет там бороться. И когда при беседе с ним он говорил о том, что это уже было второй раз, поэтому он говорил, что он себя после этого хорошо чувствовал, потому что там тоже, кроме того, как тренировки в Индии, они почти находились 20-25 дней, он каждую неделю проводил схватку, да, соревновательные такие схватки, и соперники были сильные. Ну, мы понимаем, одна схватка... В том числе и Сослан Романов, олимпийский член. Естественно, да, мы понимаем, что один турнир, одна такая схватка, она, можно сказать, что заменяет там такую месячную тренировку, да, поэтому опыт и сама вот эта атмосфера соревновательная, поэтому она для него, она подходит, и поэтому мы второй раз, очередной раз рискнули в этом году, и мы не прогадали, мы рады том, что мы не ошиблись в нем, и его уверенности, и его в таком настрое, и подходе к ответственным соревнованиям, и где он не подвел, и выиграл, конечно, это радует. Утвердился в национальной сборной Ахмед Гаджимагомедов, который в финале в своем весе выиграл у Алана Засеева, россиянина. Вы знаете, правду сказать, после Красноярска, после их выступления в Красноярском турнире, не было никакой необходимости для дополнительных проверять, да, эти все ребята, на дистанции, может, семеро чемпионов, которые, ну, я не буду говорить о тяжелом весе, потому что тяжелом весе, по-большому, такой и конкуренции нет внутри страны, да, поэтому каждого проверять, это необходимо, можно сказать, а в других весах эти ребята уже проверены, они боролись, выигрывая, и также в прошлом году в Красноярском турнире боролись на чемпионате Европы, все они были, кто чемпионом, кто призером, я, чемпионат Европы, это большая проверка, да, можно сказать, поэтому говорить, именно, чтобы этих ребят надо было проверить еще раз, чтобы такой необходимости не было, говорилось о том, что да, 79 килограмм насчет Ахмеда, что будут его проверять, и действительно так и получилось, они боролись в финале с осетинским спортсменом, действительно, где наш парень выиграл, да, в конце были такие, можно сказать, ошибки, чуть не поплатился, но все равно, он начал очень хорошо, да? Да, можно сказать, да, очень хорошо, уверенно, очень хорошо начал, и в конце, может, вот этот счет его расслабило, что он уже большие счеты выигрывает, и вот, в тот же момент, в тот же секунду его соперник наказал, чуть не проиграл всю схватку в конце, ну, за какие-то 5-4 секунды, но это, с одной стороны, можно сказать, первый чемпионат Европы, хороший урок для него, у него всегда у нас бывают такие моменты, что он в конце схватки всегда выкидывает какой-то вот такой фокус, но, я думаю, на Европу он уже более собранно, более, такой, настроенно выйдет, чтобы побороться до последней секунды, до последнего, там, свистка, ну, да, и о том, что вы говорили, то есть, как мы говорим, перекидки, да, этих ребят, да, проверки, там, кто поедет на Европу, я лично считаю, там необходимости никакой не было, и никто не заслуживал, как Ахмед, поехать на чемпионат Европы, но мы тем более рады, мы никогда не боялись проверок, дополнительных схваток, и не боимся, и мы в любое время, в любое место готовы поехать, так же и говорил Ахмед, но мы никогда не будем соглашаться, не будем согласны, с тем несправедливостью, или там, нечестностью, там, которая проводится, или мы выйдем, мы всегда будем об этом говорить, и отстаивать права, и интересы наших ребят, ну, халавлаху, сегодня, Ахмед сам доказал, и сам показал, и никому нам не пришлось, в этой ситуации вмешиваться, и будем за него болеть, и этот парень, очень мужественный, характерный парень, и надеюсь, что он обрадует, и на чемпионате Европы, всех нас, любителей борьбы, и болельщиков. Ну, в очередной раз, вне конкуренции, был Абдул-Рашид Садулаев, в своей самой категории, 92 килограмма, в финале одолел, Ираклем Цитури из Грузии. Ну, естественно, Садулаеву этот старт нужен был, как никому, хотя, мы знаем, там, проверки, как бы для Садулаева, с кем-то не было, но старт ему нужен был, мы с личным тренером, мы говорили об этом, с ним лично говорил, естественно, он согласился с этим, и поехал, и очень, правильно сделал, я считаю. Но, помимо этого, Садулаев это капитан команды, это олимпийский чемпион, это человек, который внутри команды должен быть, должен давать заряд, должен настраивать ребят, когда такие ребята есть в команде, это уже другой настрой, потому что это единая, целая, общая команда, команда, которая дружная, которая один за всех, все за одного, это дополнительные какие-то силы, мотивации для тех ребят, которые выходят на ковер. Поэтому он поехал, и сам отборолся отлично, и, естественно, ребят так же настраивал, и тот командный дух, та вот команда, та дружная команда, можно сказать, очередной раз, показала, доказала, что она на сегодняшний день сильнее. А вот схватка весовой категории до 74 килограммов, Магомед Хабиба, Кадим Магомедова против Франка Чамиза больше порадовала или огорчила, потому что тоже начал неплохо дагестанец. Когда человек проигрывает, конечно, это огорчение, когда выигрывает, это радость, но я считаю, что Хабиба, Хабиба есть потенциал, да, он... Прибавляет? Порой иногда бывает, что он просто схватку ту, которую мог выиграть или выигрывал, отдает просто так без боя, и тут тоже я не могу, в принципе, с ним лично не имел беседу о том, что и почему, как она прошла, по его мнению, но мне казалось, что он должен был побороться более поопытнее, можно сказать, уже собраннее, да, он просто, можно сказать, дроскис отдал всю схватку, да, хотя мы знаем, и Чармиза, это сегодняшний день один из первых номеров, понятно, в 70 боролся, сегодня в 74, тоже я считаю, что этот парень не хуже, там, того же Барвова за чемпиона мира, олимпийского чемпиона, поэтому Хабиб должен был по-другому побороться или какой-то там бой дать ему, но, к сожалению, да, к сожалению, он поборолся так, это разочаривает. Вот Расул Магомедов, у него прогресс или все-таки регресс, потому что на Ирыгинском он боролся в финале, здесь занял только третье место. Да, от Расула мы ожидали большего, да, ну, чтобы он проиграл именно Турку, мы надеялись, плане думали, как бы, да, что он будет в финале бойца, и, естественно, вот эта схватка была основная, вот эта схватка, можно сказать, была отборочная по большей части к чемпионату Европы, но, так получилось, он проиграл Турку. Не знаю, с чем это связано, может, психологический момент, может быть, потому что Расул у него есть, и физика, у него есть, и техника, тут он не слабее, особенно, тем более Турка, поэтому, для меня это было неожиданностью, но, опять-таки, могу сказать, что, если, как говорится, когда касается недагестанских спортсменов, вот того же Гаджи Магомеда Ахмеда, да, Гаджи Магомеда Ахмеда, было сказано о том, что не было личной встречи, поэтому мы его берем дополнительно, и Зеева, и его, для проверки, но, сегодня, мы посмотрим, в 96-е тоже не было личной встречи с Байцаевым, поэтому, какое решение будет принимать тренерский совет, мы, естественно, это будем смотреть, а так, я не думаю, что он намного слабее, или там слабее Байцаева, хотя, да, мне само было интересно, чтобы они оба между собой проборолись, и, действительно, в таких случаях, да, когда есть спорные моменты, действительно, что я правильный не внутри страны, и где-то на турнир международный их обоих отправить, и чтобы там они выясняли, кто из них между ними сильнее, и кто заслуживает поехать защищать честь страны на таких крупных соревнованиях, как чемпионат Европы, чемпионат мира, но пока картина такова, что Расул стал третьим, Байцаев выиграл этот турнир, но личной встречи пока не было, личной встречи не было, и решение, какого будет, может быть, дополнительные контрольные схватки, может поставить того же уже Байцаева в этом весовой категории. Оценка выступления Мурадина Кушхова в тяжелой весовой категории. Мурадина Кушхова до финала, да, это удовлетворительно, можно сказать, а финал, конечно, он просто провалил. Я считаю, что Мурадин очень плохо отборолся. Если бы к Ригинскому турниру можно было говорить о том, что у него были травмы, но долгое время не боролся, и, может быть, соревнователи мало опыта, и на Ригинском он как-то так, можно было сказать, не раскрылся полную силу, не боролся так, в равной, да, выиграл схватку. Но здесь финальную схватку, я считаю, это просто провально, просто, ну, так нельзя бороться. Выходя на финальную схватку, какая бы она ни была, там, чемпионат района, турнира, там, страны, или, там, чемпионата Европы, конечно, тут отдавать надо все, стараться надо брать все. Мы понимаем, с ним боролся чемпион мира, последний, свежий чемпион мира, да, один из сильнейших в этом месте. Но все равно, если с ним так не бороться на таких турнирах, не показывать зубы чемпионам, ну, из тебя тоже, тогда, так ты всегда останешься вторым и третий номер. Ну, я думаю, время есть, над чем поработать, есть, ошибки, которые были сделаны, есть места, где надо прибавлять, какие приемы, каких действиях. Это будет сделано, я думаю, уже чемпионаты Европы мы должны, надеюсь, увидим другого муродина. К сожалению, время эфира подошло к концу. Спасибо, что нашли время, ответили на вопросы и успешной подготовки всей инфраструктуры и успешной, естественной подготовки без травм нашим борцам вольного стиля. Спасибо. Напомню, сегодня мы говорили о подготовке к чемпионату Европы по спортивной борьбе, который стартует 27 апреля в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева. У нас в гостях были Занал Махмудович Салаудинов, первый замминистра спорта Республики Дагестан и Сажид Сажидов, главный тренер сборной Тагестана по вольной борьбе в Рио президента Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан заслуженный мастер спорта России. Ну, а с вами был Гаджимур Азиодинов. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова